Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас вторник, 30 сентября. Сегодня у нас последний месяц в сентябре, и мы начинаем наш вебинар, ежедневный обзор валютного рынка. Начнем, прородиться, с календаря событий. В 12.30 по московскому времени мы получим данные из Великобритании, у нас будет опубликован релиз по платежному балансу за второй квартал. В час дня по Москве мы получим данные из еврозоны по инфляции, предварительные данные, и в 6 вечера мы получим индикатор потребительской уверенности из Штатов. Начинаем наш обзор с пары евро-доллар. Как обычно, накануне мы говорили о том, что следует ожидать развития умеренно нисходящей тенденции по паре евро-доллару второй половине дня. У нас будут опубликованы два интересных релиза по Германии, предварительные данные по инфляции, и также релиз по расходу на личное потребление. Я лично ожидал, что данные по Германии выйдут на уровне медианопрогнозов, то есть покажут сокращение в месячном выражении, а в годовом исчислении будет та же самая величина, что и в августе. А вот данные по расходу на личное потребление я ожидал лучше медианопрогнозов. Первый мой прогноз, он, скажем так, немного не сошелся, то есть данные вышли чуть лучше медианопрогнозов, у нас не было сокращения, у нас была нулевая отметка в сентябре по инфляции, то есть изменений не было. А второй мой прогноз, он сошелся, то есть расходы на личное потребление вышли чуть лучше медианопрогнозов, как я и говорил, на 0,1%, больше я не ожидал, потому что не было предпосылок для сильного роста данного показателя. В итоге мы увидели в второй половине дня, именно уже в американскую торговую сессию, укрепление американской валюты, то есть снижение котировок пары евро-доллара, однако снижение было не таким значительным, но потому что у нас данные по инфляции в Германии вышли чуть лучше медианы прогнозов, но здесь смотря с какой стороны посмотреть, допустим, если смотреть именно в каткосрочном перспективе в течение внутридневной торговли, то здесь, да, безусловно, есть такой небольшой позитив для пары евро-доллара. Потому что данные вышли чуть лучше медиана прогнозов. С другой стороны, мы не увидели никаких положительных изменений, то есть роста инфляции у нас не было. У нас была нулевая отметка в соотношении месяц к месяцу и в годовом исчислении тот же самый уровень 0,8%. Поэтому если бы мы, допустим, увидели рост не данные на нулевые отметки, а прирост на 0,10, тогда, безусловно, мы бы увидели укрепление пары евро-доллар. Однако по-прежнему данные у нас негативные. Если посмотреть, допустим, на тот же самый облигационный рынок, то участники данного рынка, они отреагировали на вроде бы казалось такую умеренно позитивную новость снижением доходности, то есть котировки облигаций стали расти, доходности снижаются, что указывает нам на то, что нет ожиданий по усилению инфляционного давления. Что касается дня текущего, то сегодня у нас также два интересных релиза. Опять данные по инфляции уже не по Германии, а в целом по еврозоне и данные из Штатов по потребительской уверенности от Conference Board. Что касается данных по еврозоне, по инфляции, то я ожидаю все-таки выходных на уровень медиана прогнозов. На мой взгляд, показатель CPI покажет сокращение на 0,1% до отметки 0,3% в годовом исчислении. Вчера мы также получили релиз по инфляции в Испании. Данные по-прежнему показывают дефляцию, то есть у нас уже получается 3 месяца подряд в Испании инфляция уходит в отрицательную область. У нас в июле было минус 0,3%, в августе минус 0,5% и вот в сентябре минус 0,2%. То есть все равно данные негативные, даже несмотря на то, что у нас прогноз был вчера по инфляции в Испании минус 0,3%, а мы получили минус 0,2%. Все равно минус это крайне и крайне негативно, поэтому в совокупности со снижением потребительской уверенности, а также со снижением котировок нефти, мы в сентябре наблюдаем такое достаточно сильное снижение котировок нефти, порядка 6% нефть просела по итогам сентября. Безусловно, это крайне негативно для роста инфляции, то есть если нефть так сильно падает, то инфляция расти не будет. Потребители в Великобритании, простите, в еврозоне могли бы разогнать, допустим, эту же самую инфляцию, если бы чувствовали себя более уверенно и делали бы больше покупок. Тем не менее, индикатор потребительской уверенности у нас показывает также сокращение, причем у нас тоже нисходящая динамика, мы по-прежнему движемся вниз по данным показателю, и в этой связи сейчас не стоит рассчитывать на то, что у нас инфляция останется на прежнем уровне, и на этом фоне, на мой взгляд, мы будем вновь наблюдать снижение котировок пары евро-доллар. Что касается релиза из Штатов, то здесь напротив, на мой взгляд, мы можем получить более-менее хорошие данные, и чуть лучше медиана прогнозов, такой небольшой символический прирост. Если посмотреть на те же самые вчерашние данные по расходу на личное потребление, это очень сильный индикатор, который оказывает сильное влияние на темпы экономического роста, потому что на потребление приходится порядка двух третей ВВП, соответственно, данный индикатор, вот если вы, допустим, посмотрите в календарь, в календарь событий, то данный индикатор вчерашний, он был отображен не как такой, скажем так, очень сильно важный, такой второстепенный, то есть он не был выделен жирным цветом, то есть жирным цветом у нас в календаре выделяются важные новости, на которые нам обязательно следует обращать внимание. Так вот, данные по PCI, то есть по индексу расходов на личное потребление, он не был выделен жирным цветом в календаре, тем не менее, это очень и очень важный индикатор, Я не знаю, почему информационные ресурсы, с которых берутся эти календари, почему они не выделяют данный показатель жирным светом, потому что он крайне и крайне важный, поэтому я вам лично всем советую всегда смотреть за данным индексом, потому что он оказывает сильное влияние на темпы экономического роста, с одной стороны, и также на инфляцию, потому что если он показывает рост, у нас будет рост инфляции, наоборот показывает снижение, будет снижение инфляции. Инфляция – это ключевой фактор для монетарной политики, то есть для центральных банков, если имеется в виду у нас данные по США для Федрезерва, а центральные банки у нас формируют тренды, поэтому всех призываю внимательно следить за данным индикатором. Так вот, данный индикатор показывает умеренно позитивную динамику, то есть сильного такого роста мы не видим, тем не менее мы видим рост. Рост по 1,1 каждый месяц, последние месяцев 6 мы наблюдаем, что тоже благоприятно для американской экономики, с одной стороны, и во-вторых, указывает она на то, что потребители американские чувствуют себя уверенно, то есть они делают расходы. Когда они делают расходы, у них есть доходы, потому что без доходов они расходы делать не будут, конечно, можно все это делать в кредит, там очень большие такие кредитные истории, в кавычках это назовем, но тем не менее, все равно, если бы, допустим, дела были бы совсем плохи, то индекс бы данной снижался. Поэтому в этой связи я ожидаю выхода данных чуть лучше медиана прогнозов, на сильный рост не рассчитываю, но чуть лучше медиана прогнозов рассчитываю, и на мой взгляд, это тоже усилит спрос на американскую валюту. Вчера по паре евро-доллар я говорил о том, что у меня стоит продажа от 27 фигуры, то есть у нас до проведения нашего вебинара котировки были примерно там 26.80, там с копейками плюс-минус. Я говорил о том, что ожидаю некоторого роста в области 27 фигуры, потому что должны мы подрасти, у нас техническая была перепроданность, краткосрочная дивергенция и так далее и тому подобное. Почему я на это указал, на технические факторы, потому что я сказал, что если у нас не ожидается публикации важной статистики в первой половине дня, то участники рынка будут отыгрывать именно эти технические факторы, именно эти перепроданности, дивергенции и так далее и тому подобное. Когда у нас есть макроэкономические релизы, то участники рынка уже отыгрывают их. В первой половине дня у нас их не было, релизов интересных, поэтому отыгрывали вот эти дивергенции, которые стояли на часовиках. И в итоге мы подросли даже чуть выше 27 фигуры, 27.14 вчерашний у нас максимум, после чего мы стали снижаться. И сегодня у нас минимум дня 26.81, текущая котировка 1.26.96, то есть мы находимся чуть ниже 27 фигуры. И я лично эту свою позицию по-прежнему держу в рынке, не закрываю ее, не переношу без убыток. Ожидаю снижения котировок, ожидаю пробоя первого уровня поддержки и поход куда-нибудь в область 26 фигуры. У нас очень сильный уровень поддержки 25.87, вот в эту область плюс-минус 10-20 пунктов я ожидаю снижения котировок пары евро-доллар на этой торговой неделе. Возможно это будет не сегодня, возможно там завтра или четверг, но вот мой такой прогноз, ожидаю снижения котировок. Уважаемые коллеги, задавайте пожалуйста свои вопросы по паре евро-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Поэтому мой прогноз по паре евро-доллар остается прежним. На росте котировок необходимо наращивать шорты и ожидать снижения в область 26 фигуры. Если вы помните, я вот тоже периодически об этом говорил в наших вебинарах, что весной у нас в апреле месяце Марио Драги заявлял о том, что было бы очень хорошо, если бы единая европейская валюта девальвировалась на 10% от текущих уровней. Тогда у нас уровень был 1.38. Получается 10% это 1.24.5, 1.25. Там плюс-минус, что имел ввиду, от какого именно точного уровня имел ввиду Марио Драги, он нам не говорил. Ну тогда котировки были 1.38, 1.37.50. Вот 1.38.50, вот эта область, скажем так, 37.50, 38.50. И получается, что, смотрите, мы уже находимся на 1.26.96, то есть мы уже практически приближаемся к этой отметке 1.25, куда нам, скажем так, указал Марио Драги, президент ЕЦБ, еще в апреле месяце текущего года. Наверное, скажем так, участники рынка выполнят его пожелания, потому что человек уважаемый, как же не выполнить такое пожелание. И, скорее всего, наверное, мы туда пойдем, а уже дальше, я думаю, мы, наверное, будем корректироваться по паре евро-доллар, но это уже событие не дня текущего, поэтому поживем-уверим. Так, по S&P упали, поднимемся ли мы теперь до 20.25, 20.30, как вы думаете? Сергей, большое спасибо за вопрос, вопрос отличный. Хочу сразу, раз пошли такие разговоры про S&P, сделать небольшой анонс. На этой неделе, в четверг, мы проводим онлайн-конференцию, посвященную, действительно, нашей компании. И на этой конференции также буду выступать и я, как аналитики компании. И я как раз вам представлю новую инвестиционную идею, как я уже говорил. Если вам это интересно, следите за множеством на нашем сайте хотя бы раз в день, потому что идеи возникают, скажем так, рыночная конъюнктура постоянно меняется. И как только рыночная конъюнктура становится более-менее благоприятной для точек входа, мы сразу же быстренько проведем инвест-идею. Вот сейчас рыночная конъюнктура по американскому фондовому рынку, скажем так, благоприятная. И как раз в четверг я вам расскажу о том, как можно заработать на американских фондовых индексах. Мы рассмотрим старейший фондовый индекс Dow Jones 30 и S&P 500. В четверг, 2 октября, я вам расскажу про американский фондовый рынок, как на этом можно заработать. Дам прогноз, где войти в рынок, где поставить стоп-лосс, точку входа и какой риск на сделку. Рассмотрим два фондовых индекса Америки. Новая инвестиционная идея от нашей компании вот у меня созрела в голове. Так, по бренд, индекс доллара и корзина вчера особо не поднимается, не опускается, нефть чуть-чуть поднялась, это нормально. Сергей, ну такие колебания, они не критичны, понимаете. Наша задача смотреть не просто там, допустим, дёрнулись на 5-6 пунктов вверх-вниз, там что теперь, как это влияет на расстановку сил, да никак это не влияет на расстановку сил. Нам необходимо смотреть именно пробой ключевых уровней. То, что мы, допустим, если тот же самый индекс долларовой корзины, вы посмотрите на дневки, ну вот вчера у нас боковик, сегодня у нас такое символическое снижение, там на 7 пунктов от открытия дня до текущей котировки. Но я бы не сказал, что это такое вот сильное какое-то изменение для того, чтобы сразу же задуматься о том, какой вот, например, индекс доллара сейчас может повлиять на расстановку сил. Да, такое снижение оно никак не может повлиять. Самое главное то, что мы находимся выше 4-летнего максимума, уверенно закрепились, недельки закрылись за этим уровнем. В общем, у нас очень сильный рост. То, что мы сейчас немного так снижаемся, это просто-напросто такая техническая коррекция, закрытие частичных лонгов и ничего больше. То есть по-прежнему тренд мощный. Что касается бренда, ну здесь вообще у нас просто консолидация, такой боковик, поэтому сейчас не стоит смотреть именно на, допустим, бренд, потому что здесь боковик. Если вы посмотрите на золото, то тоже здесь боковичок у нас получается. Сейчас, на мой взгляд, лучше всего смотреть на облигации. Вот там у нас немного спред сузился по доходностям десятилеткам Бандамо и десятилеткам американским Трежерис. Вот интересно будет, что же сегодня будет происходить с этим спредом, будет ли он вновь расширяться или он будет потихонечку снижаться. Облигации Германии десятилетки торгуются доходностью ниже 1%, это крайне негативно, и поэтому как раз мы не наблюдаем рост котировок пары евро-доллара. Возможно, кто-то задаст такой вполне логичный вопрос, если спред сужается, значит мы должны наблюдать закрытие лонгов по доллару и открытие лонгов по евро. Но с учетом того, что у нас облигации Германии находятся ниже 1% по доходности, то мы тоже не наблюдаем рост пары евро-доллар. Все-таки боятся участники рынка открывать лонги. Кто-то говорит о том, что вот эти все программы, стимулирующие от ЕЦБ к Е3, о которых так много речи ведется, и на этой неделе на заседании Европейского Центробанка также будет вестись речь. Кто-то говорит, что это все уже заложено в котировке. Кто-то говорит о том, что снижение ставок уже все отыграно, вроде провалились мы после сентябрьского снижения на 0,05% до уровня ключевой ставки. Вроде бы все, мы упали, все уже больше некуда. Необходимо расти по паре евро-доллара, необходимо корректироваться. В целом-то все это так, но вы подумайте просто, какая альтернатива сейчас есть у трейдеров. Что сейчас делать трейдерам, если у нас американец показывает умеренную сходящую динамику, еврозона показывает нисходящую динамику. Мы вроде бы все уже это отыграли, но тем не менее, нет-нет, мы по Америке получаем умеренно позитивный релиз, а вот наподобие вчерашнего релиза. Он не сильно позитивный, но тем не менее позитивный. И что делать трейдерам в этой связи трейдерам? Делать просто абсолютно нечего, им открывать шарты по паре евро-доллар. Поэтому пока у нас альтернативы нет. И когда у нас альтернативы нет, то у нас все становятся быками по доллару и медведями по евро. Поэтому пока что еще будем снижаться, там сегодня-завтра, посмотрим, поживем, увидим, что уже будет дальше. Ловим пару на уровне 1.27.10.15, но частично можно входить сейчас. Николай, в принципе, конечно, это идеально. Вот, допустим, да, можно так сказать, допустим, могут маркетмейкеры туда прокатировать котировки, если там большие заявки. Но вполне возможно, мы этого и не увидим. Если посмотрите сейчас на часовые свечки, то у нас вот такая шпилька была на шестом часу часовой свечки. И сейчас у нас шпилька такая, котировка одна и та же, 27.01. Кто знает, может быть, сегодня вот именно этот уровень 27.01 был в качестве ключевого для корпоративных клиентов. И у нас маркетмейкеры до туда прокатировали, и сейчас мы будем снижаться. В общем, мы этого не знаем, потому что формация инсайдерская, коммерческая, она для нас закрытая. Поэтому мы можем лишь только предполагать. Но вот обычно эти шпильки, они как раз и характеризуют тот факт, что там у нас были большие заявки на конвертацию валюты, либо покупка, либо продажа, в нашем случае продажа. Ну, а так в целом, да, и вчера я говорил о том, что 27 фигура можно шортить. И поэтому вчера уже можно было зашортить пару евро-долларов с текущей отметкой 1.2689 плюс 2 спред. То есть плюс 9 пунктов сейчас в наличии и ждем развития событий уже дальше. Переходим к обзору пары фунт-доллар. Тоже у нас сегодня очень интересные события будут происходить в данной валютной паре. Вчера у нас был боковик по данной валютной паре, о чем я и говорил, потому что у нас не ожидалось статистики из Великобритании. И я сказал о том, что не будут участники рынка торопиться открывать позиции, потому что еще много впереди интересных релизов, и поэтому можно ждать боковика. Сегодня у нас данные по платежному балансу. На модичный взгляд можно ждать в их данных чуть хуже медиана прогнозов. На это указывают два фактора. На платежный баланс активно очень сильно влияет торговый баланс, то есть его чистое сальдо – это экспорт минус импорт. Если он у нас отрицательный, то это негативный для платежного баланса. Если он у нас положительный, то это позитивно, напротив, для платежного баланса. То есть первый фактор – это торговый баланс. Второй фактор – золотовалютные резервы. Также помогают нам отследить динамику по платежному балансу. Если они у нас увеличиваются, то у нас платежный баланс также положительный. Если они сокращаются, то платежный баланс также показывает снижение. Так вот, у нас наблюдается в втором квартале сокращение золота валютных резервов. В третьем квартале – июля-август. Напротив – увеличение данного показателя. А вот в втором квартале у нас было сокращение золота валютных резервов в Великобритании. И на этом фоне можно сделать предположение, что у нас сегодня ожидает выход данных чуть хуже медиана прогнозов. У нас медиана прогнозов отрицательная сальдо – минус 16,9 миллиарда фунтов. Я думаю, данные выйдут похуже за 17 миллиардов. И на этом фоне мы сможем увидеть распродажи пары фунт-доллар в совокупности с тем, что у нас от Штатов можно ожидать выхода данных чуть лучше медиана прогнозов по потребительской версии от конференц-сбор. В этой связи, на мой взгляд, можно открывать шорты от уровня сопротивления. Первая отметка – 1,6308, вторая – 1,6414. Но, думаю, до второй отметки не дойдем, поэтому сосредоточим свои силы. Именно на первом сопротивлении – 6,308, текущая котировка – 62,75. Вполне возможно, мы еще покажем рост, после чего будем снижаться. Это лично, на мой взгляд, фиксировать прибыль необходимо на уровнях поддержки. Первая поддержка у нас расположена на отметке 1,6251, вторая поддержка – 1,6172. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллара, я на них с удовольствием отвечу. Британская статистика в последнее время показывала негативные ноты в промо-производстве, промышленной активности. И на этом возможно ожидать небольшое снижение ВВП в квартальном исчислении. Ну, вы знаете, Влад, здесь определенная логика в вашем вопросе есть, но хотелось бы, скажем так, отметить то, что у нас Великобритания – это не промышленная держава. У нас, допустим, промышленная держава – это Япония, Китай, да, вот это очень сильное такое влияние промо-производства оказывает темпы роста ВВП. Что касается Великобритании – это у нас сфера услуг и финансовый сектор. У нас Лондон – это финансовая столица мировая, вторая столица, причем она, получается, даже занимает в этом рейтинге место номер один, на втором месте Нью-Йорк находится. Вот в последнее время Лондон обогнал Нью-Йорк, потому что Лондон такой и это столица международной валютной торговли, то есть все крупные маркетмейкеры как раз именно работают в Лондоне. По сути дела, рынок Форекс, он по большей части именно лондонский такой, скажем так, к чему я как раз и говорю, что основная сессия – это ликвидная, это лондонская, и именно движение в Лондоне необходимо внимательно изучать. Поэтому это финансовый сектор, это сфера услуг, а промо-производство, промышленность и так далее и тому подобное – это второстепенно, там очень такая маленькая роль, поэтому все же смотреть необходимо на сферу услуг. Но, безусловно, данные такие не очень позитивные. Вот даже сегодня у нас вышли данные по индикатору потребительской уверенности от GFK, он у нас показал сокращение в сентябре, минус один пункт, в августе был плюс один пункт, то есть по-прежнему такой нет сильной уверенности в Великобритании. Вчера у нас были данные по агрегату М4 денежной массы, мы вроде бы показали рост, однако в годовом исчислении по-прежнему снижение, то есть очень маленький рост для того, чтобы изменился тренд в годовом исчислении. То есть вроде бы рост есть, однако рост такой, знаете, символический. То же самое, что касается вчерашних данных по инфляции в Германии. Вроде бы вышли лучшие миллионы прогнозов, однако рост-то мы не видим, инфляция у нас по нуля, все, в игровом исчислении 0,8, это крайне-крайне слабо. Поэтому смотрим по Великобритании именно сферу услуг. Александр, вы давали в начале недели прогноз по платине и палладию, но на прошлой неделе они уже практически сходили так, как вы прогнозируете. То есть вы думаете, что они поднимутся опять до тех уровней и пробьют нижний уровень прошлой недели. Да, Сергей, у меня лично такое мнение, что они сейчас подкорректируются и потом, вчера я говорил об этом, что ожидаю коррекции по платине и палладию, и потом мы должны вновь спуститься вниз. То есть вчерашние у нас свечки по платине и палладию были вверх, они были бычьи, зеленые. Что касается того же палладии, там я определил уровень 803, как достаточно сильный, вот мы пока до него не дошли, у нас вчерашний максимум 791, сегодня 792. То есть мы дошли до первого такого сильного уровня сопротивления 794, а второй уровень 803. То есть я все же предполагаю, что мы подрастем до второго и после чего пойдем обновлять эти низы и по платине и палладию. Как вы видите, пока что мы растем, похоже уже подкорректировались по палладию, цена второй раз отбилась. Влад, все возможно, потому что я не волшебник, я вот определил для себя вот эти уровни, по теханализу, по фундаменту определил тренд, по теханализу посмотрел, где лучше зайти, вот определил такие. Вполне возможно, что да, мы даже и не дойдем, но вот лично у меня вот стоят такие вот уровни, вот это мое везение, что вот мы должны еще немного подрасти и по тому и по тому инструменту пойдем обновлять низы. Почему пойдем обновлять низы? Ну, об этом подробно я написал в своем обзоре в разделе фреш прогноз аналитика. Кому интересно, можете с этим обзором ознакомиться. Переходим к следующей нашей валютной паре, это у нас пара доллар-японская иена. Вчера мы говорили о том, что тестирует данная валютная пара максимум 109.45, то есть пытается расти, однако вчера у нас немного, так скажем, подпортили картину медведя, у нас медведя имеется в виду по S&P, вчера мы показали снижение, снижение мы наблюдали и на других площадках, и Nikkei снижался, Nikkei сегодня снижается. В общем, вчера мы с одной стороны вроде бы подросли, затем мы стали корректироваться, то есть не смогли мы реализовать вот эту восходящую динамику, но тем не менее, если вы посмотрите на часовые свечки, опустились мы вчера до 109.13, после чего стали вверх подниматься, то есть опустились до уровня поддержки 109.16, немного ниже на 3 пункта и откорректировались, то есть уровни поддержки и сопротивления хорошо работают, что еще раз доказывать. Что касается данных сегодняшних, то сегодня мы получили целый блок важной макростатистики, у нас сегодня данные были по розничным продажам, по промпроизводству, данные были рано утром, и вот на нашем сайте в разделе аналитиков, фреш прогноз, я указал о том, что данные по розничной торговле можно ждать хорошие, а вот данные по промпроизводству можно ждать плохие, потому что у нас в августе сократился и чистый экспорт, и экспорт в целом, то есть если у нас экспорт сокращается, а Япония, как я уже отмечал в обзоре по фунт-доллару, мы говорили про ВВП, кто на что влияет, и вот я указал, что Япония страна это промышленник очень сильный, поэтому если у нас много промышленных товаров идет на экспорт, поэтому если у нас экспорт сокращается, значит у нас сокращается и промпроизводство. Так оно в итоге и случилось, данные по промпроизводству вышли плохие, в итоге мы наблюдаем снижение по Nikkei 225, потому что есть у нас такая вот интересная корреляция, если у нас данные по промпроизводству показывают рост, то Nikkei у нас растет, это все логично, если данные по промпроизводству показывают снижение, то у нас Nikkei снижается, а интересная корреляция в том, что корреляция у нас между парой доллар-иена и Nikkei 225, у нас она очень сильная, как я отмечал вчера, поэтому мы сейчас также наблюдаем некоторые снижения. Почему у нас корреляция сильная, об этом я более подробно вчера рассказывал, про монетарную политику банка. Ну вот если посмотреть опять на график, то опять мы видим, что нет у нас сильных распродаж японской иены, вот сегодня мы опустились до 109.18 и потихонечку растем опять, вчера у нас был 109.13, то есть мы даже вчерашний минимум не обновили, что еще раз нам указывает на то, что тренд по-прежнему сильный по паре доллар-иена, тренд восходящий, он очень устойчивый, и быки выкупают снижение, то есть вот мой подход, он примерно тот же самый, как я уже говорил, необходимо следовать за крупными игроками, то есть как вы видите, крупные игроки, они покупают на снижение, котировок и на росте котировок продают. Почему? Я придерживаюсь такого подхода, что если крупные игроки они зарабатывают, мне чтобы зарабатывать необходимо делать то же самое, стараться делать то же самое, поэтому я сторонник того, чтобы на снижение котировок покупать, на росте продавать. Я не сторонник стоп-ордеров, то есть допустим мы подросли там, вот допустим вчера я говорил о том, что необходимо открывать ламги по паре доллар-иена, кто бы в нашем вебинаре может это подтвердить, 109.45, 109.25. Вот выделил эти две точки для открытия лонгов, а вчера мы, допустим, росли и подросли до 109.74. Вот если, допустим, я был бы сторонник именно таких стоп-ордеров, то я бы сказал вам, на 109.74 покупаем, котировки очень сильно поднялись, то есть есть пробои и так далее, тому подобное, по технике мы хорошо идем, теханализ показывает вверх, в общем, все-все-все, все замечательно. В итоге мы уже во второй половине дня сходили на 109.13, то есть минус 60 пунктов. Как вы видите, было бы очень и очень негативно. Так вот, мой подход на снижение котировок 109.45, 109.25, получается средняя цена 109.35. Мы сходили на 109.13, но это минус 22 пункта. Минус 22 это не минус 60, это почти в три раза меньше. Так вот, 109.35 средняя цена для вчерашнего дня, текущая 109.32, то есть мы на 3 пункта ниже вчерашней средней цены. Поэтому мой прогноз по паре доллар-иена не меняется, с учетом того, что сегодня я ожидаю умеренно позитивных данных по потребительской уверенности штатам. Я уже об этом говорил в обзоре паре евро-доллар, более подробно повторяться не буду. Так вот, я ожидаю вновь роста котировок пары доллар-иена, поэтому открываем лонги на снижение котировок. Если вы вчера открыли лонги, то уже ничего делать не надо. Ждите развития восходящего тренда. Если вы еще не открывали, то сегодня можно открывать лонги. У нас сегодня минимум дня 109.18. Вот на этом минимуме дня можно... И у нас уровень 109.16, как вы видите. Вчера мы 3 пункта перешли, сегодня 2 пункта не дошли. То есть возле уровня у нас заявки, и мы от него отбиваемся от этого уровня, что еще раз подтверждает силу уровней. Что именно на уровнях у нас заявки размещаются. Почему я всегда и выделяю уровни. Так вот, можно разместить на уровне поддержки покупку 109.16 и фиксировать прибыль на уровнях сопротивления 109.45. Второе такое второстепенное сопротивление 109.74, вчерашний максимум. Если у нас сегодня роста не будет, то этот уровень 109.74 будет уже экстремным. И мы его будем выделять как сильный уровень. И третья отметка психологическая. И уровень 110, круглая отметка. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Здесь на слайде представлены ключевые уровни поддержки сопротивления по паре евро, доллар, фунт, доллар, доллар, иена. Вы с ними можете ознакомиться, если кто еще не успел. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Завтра, также, простите, сегодня у нас еще будет тематический вебинар. Да, забыл сказать, мы на прошлой неделе у нас по техническим причинам не удалось провести вебинар по платформе Флагман Инвест. Составляем выгодную оферту, где мы рассмотрим, что такое оферта, из чего она состоит и как составить наиболее эффективную оферту. Вот эти вопросы мы рассмотрим сегодня в 5 вечера. Приглашаю всех желающих принять участие. Для этого необходимо зайти на наш сайт в раздел «Обучение и видеоуроки». Там есть ссылка на этот вебинар. В 5 вечера всех вас жду на этом вебинаре. Всем, кому интересно. Завтра в 10.30, как обычный ежедневный обзор валютного рынка, где мы рассмотрим текущую ситуацию на рынке. Завтра у нас 1 октября начинается 4 квартал. По паре евро-доллар рынок ждет заседания ЕЦБ и Марио Драги до этого сильных и резких потрясений не будет. А на основе фонентального анализа и анализа настроений закономерный вопрос. КУЕ, насколько пара может упасть после КУЕ, и если вошли в рынок на уровне 27, то стоит ли закрывать ордер на 26.60 или все-таки неделя 2 и 1.25? Николай, большое спасибо за вопрос. Ну, что касается сегодня у нас данной по инфляции. Вот сегодня у нас, если мы на уровне медиарной прогнозы выходим, то есть показываем снижение 0.3, то, безусловно, будет очень много разговоров о КУЕ, либо КУЕ введут в четверг, либо его не введут, но дадут намек, что в ноябре при необходимости обязательно введем, все, уже откладывать больше некуда. С одной стороны, кто-то может сказать, что да, уже вроде бы все это в котировках, там упали, обвалились по евро, уже больше некуда, необходимо расти и т.д. Но вы знаете, все равно у нас, даже вот если вы посмотрите, вот июньское заседание, тогда у нас был прогноз, что ставки будут понижены. В мае нам Марио Драги сказал, все, в июне ставки снижаем, потому что уже все просто плохо, дальше некуда, пришло время, созрели мы для этого, снижаем. Все знали, что ставки будут снижать, мы в мае месяцы падали, посмотрите на дневные графики, там очень сильное падение было. В июне, день создания Европейского Центробанка, первый четверг месяца, как обычно, объявление, ставки снижены, все равно мы провалились пунктов на 90 вниз. Поэтому, на мой взгляд, даже если вот кто-то говорит, что КУЕ там ведут, и все равно мы не упадем, мы упадем, потому что реакция все равно будет. А вот до КУЕ точно мы упадем, пока сказать не могу, но уровни я вам обозначил 26.61, 25.87. Я лично ожидаю, что вот мы должны все-таки сходить к второму уровню 1.25.87. Все-таки 26.61 это более такой близкий уровень, мы должны все-таки сходить пониже. Это лично мое мнение. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, большое всем спасибо за внимание. Приглашаю также сегодня всех на вебинар, как я уже говорил в 5 вечера, по платформе Флагман Инвеста, к после выборов на Украине возможно начало боевых действий. Это может поднять золото и сырьевые валюты. Вы знаете, почему вы так решили, что у нас начало боевых действий будет после выборов на Украине, об этом пока нам еще неизвестно. Что касается, может ли это поднять, вы знаете, разворота у нас пока не будет. То есть я, если вот вы внимательно следите за нашими вебинарами, если есть такие у нас коллеги, то в начале, нет, простите, 20 марта, да, вот сейчас понял точную дату, 20 марта, если кто-нибудь смотрел, можете в архиве найти, посмотреть этот вебинар. Тогда я проводил вебинар по золоту, такой давал прогноз. На текущий год я дал прогноз, что ожидаю обновления минимума в 2013 году, у нас минимум до 2014 года 1180. И тогда я более подробно рассказал, почему я этого ожидаю. Текущая котировка по золоту у нас, если вы посмотрите, 1215. То есть я еще ожидаю, мой прогноз в силе, он не меняется, я ожидаю, что золото должно обновить эти низы. А вот уже потом, когда мы эти низы обновим, там уже посмотрим на макроэкономическую статистику, посмотрим на другие настроения, скажем так, инвесторов и уже сделаем вывод, будет у нас разворот или не будет. А вот что касается боевых действий, даже если у нас и будут боевые действия, это всего лишь на все будет небольшая коррекция. Пока что все у нас факторы указывают на снижение котировок золота. И если вот будут такие сообщения о боевых действиях, то мы будем подрастать на этом росте. Медведи будут вновь шортить, мы будем опять падать, потом подрастать, потом опять падать. То есть это будет коррекция. По-прежнему тренд у нас вниз по золоту. Уважаемые коллеги, большое всем спасибо за внимание. Желаю всем успешной торговли и, как обычно, приглашаю вас на наши вебинары. Мы их проводим для вас ежедневно с понедельника по пятницу. Ну и в четверг я вам представлю новую инвестиционную идею, как можно выяснить.